Привет всем! Готовим праздничный торт. Вчера один вот такой вот бисквит ванильный испекли. Сегодня будем готовить шоколадный бисквит. На ванильный бисквит у нас идет 6 яиц, 6 или 7 столовых ложек сахара и 8 столовых ложек муки. Водки, наверное, столовая ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка. Ну, в принципе, и все. Это у нас именно ванильный бисквит. А сегодня будем готовить шоколадный бисквит. На шоколадный уже немножко побольше яиц. Возьму 7, чтобы в форме он просто тут получше поднялся. Значит, 7 яиц, 7 или 8 столовых ложек сахара, столовая ложка также водки, можно брать коньяк, если нет коньяка, может даже вино. И, соответственно, мучная вот эта смесь муки у нас идет на 7 яиц, 7 столовых ложек и 2 какао. Можно делать больше какао, но тогда муку, ложку, соответственно, заменяем именно в какао. Здесь у меня 7 столовых ложек муки, повторюсь, и 2 столовых ложки какао. Ну, и разрыхлитель также берем, ну, где-то чайную ложку. В принципе, и все. Вот такой достаточно простой рецепт. По нему всегда готовим, потому что кто-то писал, что у всех там яйца разные, что там варьируется что-то. Ничего страшного. В принципе, вот всегда питьем, и все нормально по этому рецепту. То есть на одно яйцо у нас идет вообще априори по столовых ложке сахара и по столовой ложке муки. Ну, и плюс 2 столовых ложки идет какао. Ну, если ванильный делаем, заменяем его какао просто мукой. Поэтому сейчас будем отделять желтки от белков. Ну, вот отделили белки от желтков. В принципе, можно и этого не делать, но когда мы отделяем и взбиваем их отдельно, все-таки тесто получается более воздушным, более пышным. А вместе, ну, в общем, только как привык, наверное, делать. Всыпаем по щепотке от соли. И сейчас будем все это взбивать. В течение где-то двух минут взбили наши белки с солью. Теперь добавляем сахар. Примерно где-то у нас идет, здесь у нас 8 столовых ложек, ну, ложек 5-6 добавляем примерно на глаз. Уже не имеет особого значения. Ну, главное где-то тут ложек, если 8, ну, ложек 6 добавим. А две вот этих оставим, потом будем взбивать также желтки с сахаром. И все, теперь также продолжаем взбивать уже до устойчивых таких пиков в крепкую пену. Субтитры подогнал «Симон» Все, взбили наши белки. Переворачиваем чашку. Все у нас остается на месте. Все, белки у нас готовы. Теперь берем наши желтки и сюда всыпаем наш оставшийся сахар. И все точно так же взбиваем. Взбили все в такую густую массу, как сметана. Миксер все нужно убирать. И остальное уже все будем вручную делать. Добавим готовить. Значит, в желтки добавляем алкоголь наш. Уберем уже теперь деревянную лопатку и все перемешиваем. Смешиваем наши желтки с белками. Лучше выливать, как бы, наверное, белки, именно в желтки. Ну, как бы, это уже не суть важно. Так, и все, вот так вот аккуратненько. Это мы сейчас будем такими неторопливыми движениями перемешивать снизу вверх. Аккуратно, так не торопясь, всю эту массу соединяем. Все перемешиваем. Можно прям уж так уж, прям сильно не соединять. Немножко перемешали и дальше будем вот эту массу, что мы приготовили. Ее тоже все перемешиваем. Какао. В общем, в зависимости от того, какой вы хотите, так скажем, более шоколадный или менее шоколадный, столько мы какао добавляем. Заменяем всегда муку на какао. Ну, можно вот 3 столовых ложки, либо 4. Максимально. По-другому как-то не готовили. Есть такие прям черные бисквиты готовят. Наверное, там еще больше какао добавляется. Ну, так вот все перемешали. И сейчас берем, соответственно, сито. И все это просеиваем, чтобы бисквит у нас был прям пышный, воздушный. Удобно, вот такие большие чашки. Соответственно, сразу раз. Можно в них поставить и аккуратно, так же все снизу вверх перемешиваем эту массу. Можно добавлять сюда затем шоколад. Растопить плитку шоколада, например, темного. С водой, или даже с молоком. И добавлять. Ну, тогда нужно, соответственно, и муки больше. А вот такой вот бисквит, он всегда получается... Ну, все-таки без шоколада. Если мы добавляем шоколад, у нас бисквит будет тяжелый. Он не так будет хорошо подниматься. Соответственно, нам надо больше яиц добавлять. Ну, вот такой вариант. Так, и остатки сейчас тоже аккуратно добавим. И все перемешиваем. Уже вот сейчас такой запах стоит прям вообще. Шоколадный-шоколадный. В прошлом году заказывали торт. Ну, честно говоря, это, во-первых, дорого. Потому что, ну, цены на торт, на заказ, это все-таки 50%. Там идет накрутка, соответственно, на продукты, на работу. Где-то 50% от стоимости идет у нас накрутка. Если вы сами умеете готовить, зачем вам это делать? Ничего прям там такого уж сложного нет. Такой вот обычный бисквит, он легко готовится. И 100% просто он у вас получится. Эти комочки какао тоже мы все просеваем. Все, вот эту смесь. Сейчас опять домешиваем. Аккуратненько вот так же. Обычно на дне формы, на дне вот этой тарелки, может скопиться немножко неперемешанная эта масса. То есть, мы немножко так поддеваем, ее тоже вот так вот промешиваем. Из-за глубокой, особенно, емкости. Это всегда вот так случается. Вот так вот все перемешали, перемешали аккуратно. Вот видите, ничего не опало. Белки у нас все нормально с ним, с желудками все нормально. Стараемся вот так все-таки хорошенько вмешать, чтобы тесто было однородным. Все нормально. Не нужно ничего покупать. В магазинах эти тарты, они тоже, правильно, все сбывают. Тарты, они все химические, там и чего-то, ко в них не намешано. В общем, ничего полезного там нет. Легко все готовится. Не нужно ничего выдумывать. Простой рецепт. Все хорошо. Так, форма у нас готова. Духовку. Надо было бы пораньше разогреть немножко. Вот, пойдет так. Сейчас как раз пока будем выкладывать, оно все подогреется. Яйца, когда вот именно взбивали, мы доставали сразу с холодильника. Кто-то говорит, что нужно заранее их как-то достать, там еще что-то. Сразу из холодильника. Тогда они холодные, когда они прям хорошо взбиваются и быстро. Ну, кто-то говорит, что комнатной температуры все должны быть ингредиенты. В общем, не знаю, мы делаем вот так вот, по-простому. Все нормально получается. Все форма готова. Перекладываем наше тесто, все промешалось, все хорошо. Даже если где-то немножко не промешалось, вот это все у нас будет наркотно. Основная масса теста все хорошо. Все выкладываем. Сейчас остатки тоже добавим, и все хорошо будет. Все, вот выложили остатки теста, и немножко его вот так вот, ложкой, так подравниваем, чтобы он у нас при выпечке был, ну, тоже таким ровненьким. Все, вот так вот аккуратненько. Стенки не смазывали, просто дно только устилили пергаментом. Потому что бисквит при, соответственно, подъеме он у нас будет запрятаться за стенки и подниматься. Вот такой получился бисквитик. Вот, все. Так вот он заполнилась форма. Ну, в принципе, он как раз должен подняться. Небольшая такая шапочка будет, потом оно все срежется. И все. Ставим в разогретую духовку на примерно 170 градусов, 160, 170. Ну, в зависимости от того, какого печет духовка. У нас 170 мы поставили. И, соответственно, на где-то 30-35 минут. Ну, там уже будем контролировать. Ориентировочно 30-35 минут. И все. Ждем, пока бисквит выпечется. А пока займемся кремом. Так, ну вот, прошло 35 минут. Наш бисквит готов. Такой вот получился пышный бисквит. Он уже остыл. Примерно где-то час прошло, как мы его вытащили с духовки. И крем. Приготовили крем. Оставлю ссылку на рецепт. Прима Тафита. Вот это немножко другой крем. Пропорции пока не могу сказать. Потому что... Ну, в общем, сделаю его по... По своему... В общем, рецепту пока не попробовали, какой он в торте. Потом уже, если что, сниму отдельное видео. А в крем Тафита идет у нас сливочное масло, вареное сгущенка, шоколад. И сливки. Поэтому на него я оставлю ссылку и в конечных этих заставках, и под видео. Ну вот, разрезали наш бисквит на коржи. Теперь будем поочередно пропитывать обычной водой с сахаром. И промазывать кремом. Следом на темный корж укладываем светлый и пропитываем сладкой водой. А затем промазываем кремом. И так далее. Опять берем темный корж. Такой вот получился бисквит пористый. И укладываем в наш торт. И снова пропитываем и смазываем кремом. Ну вот, покрыли весь наш тортик кремом. И теперь приступаем к украшению. Ну вот такой вот получился у меня тортик. Украшал кокосовой стружкой, остатками бисквита и ммдэмсами. Ну и кондитерская посыпка здесь совсем немножко на краю. Такой вот в целом хорошенький, симпатичный тортик. Весом 2 килограмма 200 граммов. Ну если у нас такой торт заказывать, соответственно, ну где-то полторы тысячи это точно будет он стоить. Ну конечно здесь украшение такое простенькое. Ну вот так вот по именно весу примерно полторы тысячи. Но всем тем, кому понравилось видео, обязательно готовьте, выпекайте, делайте все с любовью и у вас все получится. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok